Я, давайте, может, кто-то случайно не видел, я покажу, как, ну, это просто распечатка книги, я покажу, как оно приблизительно выглядит, чтобы, ну... Займи, властный экземпляр. Да, это я у Алексе подарил. В общем, оно выглядит так. Нарисованная от руки, вот как вот эта вот майка, вот здесь, она вставлена в книгу. После нее идет текст. Хорошо, что... А будем это слов майка? Да. Слов текст. А, кстати, это читается? Думаю, что прекрасно. Поиграем в окулиста. А ну-ка, у кого? Сиски нет проблем. Ну, вообще, оно, вот, в книге приблизительно вот так оно выглядит. То есть, майка с надписью, после этого идет текст, который каким-то образом... Каким-то образом касается этой майки. То есть, это обычно... Оно или как-то комментирует эту майку, или рассказывает какую-то историю. Обычно, если, ну, майке уже сказано практически все, то там, ну, чуть-чуть текста добавлено, то есть, как бы, уже нечего. А есть ли такая штука, когда текст расшифровывает месседж майки, и, ну, уже в самом тексте ты понимаешь, что имелось в виду? Ну, я бы, напевно, додал такую штуку, что в Мужгороде живут 32 людини, которые часто очень сильно с собой коммуникают. И для них майка, это какой-то, кто в який майце вышел, кто и молодец, значит, что называется. При том, что специфика этих всех майок, ну, я бы не хотел это связывать, особенно с сибирскими историями. Они все в Мужгородске специфично. Но я бы хотелось бы сказать по поводу сибирта. Дуже много майок было сделано баннером в его экспедициях на Сибирт. Правильно? Да. Через то, что, надо очень ужгорело себя, никогда не было в Киеве. Через то, что Добудапешта 320 км, я бы сказал, Киева 980. Киев считается льотой Сибирью. В принципе, абсолютно адекватная оценка через то, что, ну, что тут, ну, робить. Добудапешта 300 км, там, приезжал, через три часа ты уже до сихи идешь, ты видишься на нормальное европейское место, это весь хаос, азиатский. Тому все ездили, переважно, в инший путь. И через то, что в иншем обоцении было очень много всяких цикавых событий, и, на самом деле, нормально цикавейших, специфика, десь 50% этих майок, она была создана в индикоид субкультурной движухи на Сибирьке. Как изменилась музыка, изменилась месседжи, изменилась музычная стиль, изменилась просто какие-то там, не знаю, там, хиппи, панки, спинхепы, эмбиенчики, дабстеперы и так далее. Все это проходит через всю эту историю цикавейших цикавейших справок. И все это пронизано такими штуками, вот, заиздом на Сибирьке, поверненьем на Сибирьке, пыло, сиденье на набережной, порошком, хандрой, бадунами и разнообразными такими штуками. Продолжение следует...